На смену выездному туризму сегодня приходит туризм внутренний. Россияне меняют предпочтения, исходя из соображений стоимости, доступности и безопасности отдыха. Как сделать так, чтобы на первое место в рейтинге предпочтений вышло качество, в эти дни обсуждают представители отрасли. Форум проходит на курорте уже во второй раз. И, кстати, именно Сочи сегодня называют лидером внутреннего туризма. В этом году здесь побывали уже 5 миллионов гостей. И эта цифра не окончательная, ведь впереди еще зимний сезон. На курорт уже начинают прибывать любители горнолыжного спорта. Вместо заграничных склонов они теперь покоряют краснополянские вершины. Впереди у нас очень ответственная пора. Это прежде всего зимний лыжный сезон. Спрос на курорты лыжные у нас очень высокий. И нам очень важно провести этот сезон с большим наплывом, конечно, гостей, но очень с качественными услугами. И здесь перед администрацией, перед туристическим сообществом стоит огромная задача. Крупные международные мероприятия – еще одна причина, благодаря которой на Черноморское побережье приезжать стали чаще. Причем не только россияне, но и иностранцы. Так, на форуме китайские партнеры недвусмысленно дали понять, что заинтересованы в российском курорте. И предложили соединить Сочи и Китай прямым авиасообщением. В октябре этого года в Ченду принимали делегацию города Сочи. Во время этих встреч был подписан меморандум об установлении дружбы и сотрудничества. Мы очень заинтересованы, чтобы организовать чартерные рейсы в город Сочи из Китая. Впрочем, если в Краснодарский край туристы едут охотно, то другие регионы страны таким вниманием похвастаться не могут. На форуме был представлен проект развития бюджетных путешествий по России. Регионам совместно с туроператорами предстоит разработать ориентированные на среднестатистическую российскую семью маршруты. Основные критерии – продолжительность до пяти дней и стоимость до 12 тысяч рублей. Она должна включать в себя экскурсии и транспорт. Необходимо развивать социальную составляющую, поддержку государства, продолжать программы субсидирования. В целом выездной поток сокращается по Европе 50 и более процентов, до 53 есть туры. Внутреннее устойчиво растет. Вместе с тем, несмотря на рост популярности внутреннего туризма, в этом направлении пока остается целый ряд проблем, которые только предстоит решать. И как скоро это произойдет, зависит от того, какие принципиальные решения будут приняты на сочинском форуме.